Доброго утра, братья и сестры! Появились у меня комменты о том, что в Киеве, мол, все спокойно, на Украине все спокойно. Вот сейчас у меня на заднем плане чистое небо, но попозже будут идти дожди, по всей видимости. Две недели Англию моют дождями регулярно, причем я уже говорил в предыдущих видео о том, что гром звучит неестественно, молнии какие-то странные, то есть в это время никто такого не помнит. Плюс, напоминаю, в этом году вообще не было одуванчиков. Вообще, вообще. Осенью нашел три или четыре растущие с одного кустика, причем в таком укромном месте, куда водичка не добралась, наверное. Значит, по поводу электронного смока. Забивайте в интернете, забивайте, смарт даст. И получайте ответы на свои вопросы. Это не паника. Эти технологии используются очень давно, используются редко. Понятно, что во всем мире сейчас бьют тревогу о том, что категорически запретить это. Но в той ситуации, которая сейчас происходит, этого делать никто не будет до тех пор, пока не произойдут последствия необратимой силы. На украинских каналах показывают, как государственные служащие, государственные служащие. То есть люди зависимые от политики государства, которые производят замеры состояния загрязненности воздуха прежде всего на какие-то газовые частицы. Серу там, там всякие оксиды, да, мусорки жгут, вот. Значит, никто не будет замерять на электромагнитный смог. А в интернете, ну не только в интернете, давно уже написано о том, что военные в своих технологиях используются так называемых умным дастом или смарт даст для того, чтобы проникать в те места, в которые недоступны определенным способом. Я не говорю о том, что вас всех утилизируют, но утилизация происходит не только по Украине, утилизация происходит по всему миру. Поэтому, на мою точку зрения, такую конспирологическую или сумасшедшую, две недели моют дождями в Великобританию. Частями, не все сразу. Потому что дождь все это смывает. Я не говорю о том, что нужно паниковать, рыть ямы, прятаться везде, вам нужен вентилятор, везде нам нужно очистить или воздух, а этим никто, естественно, заниматься не будет. И никто не будет бросать колоссальные усилия на то, чтобы спасти то стадо, которое и так мечется, не зная, что делать. Поэтому правительство, то правительство, которое есть, когда шло во власть, обещало остановить войну, сделало противоположное. Правительство, которое не способно, не договороспособно с кем бы то ни было, даже внутри собственного сообщества, верить ему категорически нельзя. Особенно тем чиновникам, которые зависят. Ну вот собаку кормят, собака на поводке, ну может быть бегать в свободном выголе, но ее кормят. Ей есть кровь над головой и все остальное, и она будет петь те песни, которые заказывает правительство. Никто ж в оркестре не будет играть, вот мне в голову взбрило, я буду играть не то, что дирижер, говорит, ее сразу выгоняют. Поэтому так же в правительстве, особенно в украинском. Тревогу бьют, тревогу бьют давно. Тревогу били тогда, когда еще создавали, устанавливая вышки 5G, те, которые работают на более высокие частоты. Именно благодаря тому, что все окружающее пространство закачано системой быстрой передачи информации, вот появилась возможность создавать такой смарт-смог. Напомню, читайте интернет, не надо мне верить, читайте интернет англоязычный, тут секретов особых нету. Все это описывается, и это не мои выжившие из ума какие-то такие бредовые мысли. Я просто обратился к гуглу. И если даже там написано на 90% брехни, то 10% является правдой. Врубайте мозги, я вас не пугаю. Просто будьте бдительны, смотрите за тем, что происходит, и внимательно обращайте внимание, как реагирует природа на такие неприродные явления. Вот и все. А на пылинке электронной можно посадить тысячу бактерий и отправить туда, куда нужно. Читайте, военные технологии настолько продвинулись. Я уже давно вам говорю, сейчас с 15-го года. Будущие войны будут, это войны, когда тучи будут летать электронных мух, и делать то, что им нужно. Вот и все. Врубайте мозги. Ну, комментарии это хорошо, можете писать более основательно.